Современное собеседование – это декларируемая работодателем возможность трудоустроить в свою компанию, необходимого для компании сотрудника. Для этого работодатель размещает объяву на каком-нибудь сраном сайте типа Headhunter или Superjob или Job.ru, накидывает туда кучу всяких требований. Размещает он эту вакансию не сам непосредственно, а нанимает какую-нибудь задрепонскую клуху, которой лет 20. И вот эта клуха, может быть, 22-23, она только закончила вуз какой-нибудь психологический, поскольку у нее самой в жизни проблемы с психикой были. Она всячески всю жизнь хотела найти ответы на интересующий ее вопрос, что происходит в ее башке. И вот, закончив этот вуз, она, ничего не усвоив из того, что ей говорили преподаватели, приходит на работу и, готовая взяться за любую работу, за любой оклад, ее ставят на так называемого менеджера по персоналу. О, великая вакансия, она теперь сможет работать с людьми. И вот она работает по принципу Макдональдса. Девочки-то Макдональдсы, знаете, как работают? Берут гамбургер, у них такая инструкция рядом с ними лежит. Вот написано, возьмите булочку в правую руку, возьмите в левую руку капусту, положите капусту на булочку, нанесите на булочку соус, майонез, положите котлетку, закройте булочку, выдайте. Все по инструкции. Вот у бабы, у нее мозг, он примерно такой, он по инструкции работает. И вот баба, которая сидит в вечер отделе, в отделе по работе с персоналом, вот у нее мозг такой же, линейный мозг. То есть помимо самой линейности, бабский мозг, он же, как вы знаете, не может совершенно брать на себя никакой ответственности. Что это значит? Это значит, что если у вас нет опыта работы, ну для нее это вообще она никогда не вас не возьмет. Ну, например, опыта работы по какому-то профилю неспецифическому. Все, для нее это System Aurora, она входит в ступор. Мужик, он может взять ответственность, он скажет, окей, я возьму тебя, посмотрим, как пойдет, не пойдет, будет видно. Бабы нет, он должен быть, вот у нас такой-то стаж иметь, он должен такой-то иметь специальность, все, и никак иначе. Она обосрется 1200 раз перед тем, как взять какого-то человека, который не соответствует вот с каким-то ее, не ее, а вот этим установком дебильным, который предъявляет работодатель. Вот. Так вот, вы идете к этой тупой клухе. Эта клуха вам звонит, как правило. Или сейчас они вообще обнаглели в конец, они даже не звонят, поскольку кризис, они направляют вам смс, что типа работодатель заинтересован в том, чтобы с вами побеседовать. Если вам приходит смс, игнорируйте нахер, это какая-то нищая контора, они не могут даже банально обзванивать в поиск сотрудника, обеспечивать. Если же они вам позвонили, то разговор, как правило, сводится к банальному прощупыванию бабы на предмет того, ну, кто вы там, послушать ваш голос. Для бабы это очень важно, ой, какой у него голосок, хороший или не очень хороший. Вот. И потом она предлагает... А, обязательно она задаст вопрос про зарплату, ее можно смело продинамить, сказать. Я не намерен говорить об этом по телефону. И правильно сделайте. И она назначит вам время, когда надо прийти к ней, либо спросит вас о том, какое время удобно вам. И вот тут, я считаю, надо уже начать проявлять себя. Надо сказать, что мне удобно в такое-то время, ну, когда вот представьте, в этот же день не надо ехать, сломя голову, выберите день следующий, с утра или там во второй половине дня, как вам удобнее. Вот. И едете. Еще важный момент, кстати говоря. Когда вы ищете работу, никогда не откликайтесь на вакансии без зарплаты. Вот не указал работодатель зарплату конкретную, да? Нахер идет. Не откликайтесь. Это лохотрон. Лохотронные, ну, и несерьезные компании. Да, мне сейчас скажут, вот, серьезные компании не декларируют свои зарплаты. Идут, пусть нахер. Нормальные компании не стесняются показать тот уровень дохода, который будет ожидать человек, да? Поэтому не указывают, пусть ищут лохов. Вот. Мы рассматриваем вариант, где работодатель указал конкретную зарплату, конкретные условия и так далее. То есть лучший вариант. И вот вы приходите на собеседование. Значит, время я вам объяснил, как вы оговариваете на ваших условиях. Второй вопрос – это дресс-код. Вот как одеться на собеседование? Ну, если вы идете на позицию какого-то топ-менеджера или какого-то руководителя, то ясен хрен вам надо одеть какой-то костюм. Если вы не идете на позицию топ-менеджера, а идете на обычную какую-то работу, обычного менеджера или там какого-то сотрудника и так далее, одевайтесь так, как вам удобно. И все. Вот. Когда вы пришли на собеседование, если вам предлагается заполнение анкеты или заполнение какого-то теста пройти, как бы вам не нравилась компания, как бы она вам не казалась нормальной, посылайте нахер. Вот если начали там анкеты, тесты и всякую вот эту лабуду, сразу же нахер. Вам они не нужны. Ну, зачем вам работать с мудаками? Вот. И вообще, кстати говоря, о мудаках. Вот когда вы идете на собеседование, вам надо создать для себя такой психологический комфорт. То есть вы должны представить, ну, это, в общем-то, так оно и есть на самом деле, что вы идете к дебилойлям. То есть эти дебилоиды, они начитали всяких дебилных книг и по этим книжкам общаются с людьми. То есть они, их не интересует реальный человек, да? То есть вот как вы как человек вообще нормальный. Тысячи компаний, представьте себе, набирают кучу воров каждый год. То есть вот, например, занимаются ритейлом, продажей каких-то товаров. И только на основании того, что какое-то мудило там на собеседовании хорошо языком работает и делает умное лицо, они набирают в свою компанию просто вора, который потом эту компанию ограбит там на много миллионов, скажем так, или мошенника какого-то. Поэтому для них важен вот этот внешний антураж, как правило, для таких дебилов. Но вы-то как бы не дебил, вы нормальный человек и ведите себя нормально, то есть с достоинством, с уважением к самому себе. А к этим работодателям относитесь изначально как к мудакам. То есть вы пришли на собеседование к дебилам. И дебилы будут ну как бы соответственно себя вести. Вот. Поэтому важен тут момент какой. Вы должны научиться разговаривать с дебилами на равных, хотя бы как минимум. Какие вопросы могут ставить вам дебилы на собеседование? Вопросы могут быть, как правило, ну такого уровня. Где вы раньше работали, да? Расскажите о вашем трудовом опыте. Вот. Ну тут я считаю, что можно рассказать. Там. Я работал там-то, там-то, делал такие-то работы без особых напрягов. Практически все, что у вас в резюме указано, указали, рассказали. Все. Есть особого рода дебилы на собеседовании. Эти девки тупые, которые работают по персоналу, они начинают задавать вопрос. Ну ей просто, например, знаете, у нее проблемы, ей нужен парень. У нее нет парня. И вот она сидит, сука, там и ищет себе парня на этой работе. Ну то есть так, она не то, что сознательно это ищет, но подсознательно. Бабы, они так подсознательно любят флиртовать. И вот она начинает вас всякую там задавать, всякую пургу нести. Там замужем, женаты вы там, дети там у вас есть или еще там, с кем вы спите, что вы там делаете. Вот когда вы чувствуете, что вопрос зашел в ваше личное пространство, и эта тупая клуха задает вам вопросы личного характера, вот тут самое время поставить тупую дуру на место. То есть вы тогда ей прямо смело говорите, это личные вопросы, я не намерен с вами личные вопросы обсуждать. Задавайте вопросы делового характера. Вот. И знаете, это очень работает. Вот этих дур это очень ставит на место. Но они могут вам сказать, вы знаете, это не личный вопрос, это вопрос касательно нашей компании. Вы должны учитывать, с кем вы живете. мне похер сказать, это на мою трудовую деятельность никак не отражается. Я живу так, как живу. Значит, что важно еще? Важно вопрос зарплаты. Если они вам задают этот вопрос, на какую сумму вы рассчитываете? Вот, надо говорить, я рассчитываю на ту сумму, которая указана в вашем объявлении. Указано там 100 тысяч, я рассчитываю на 100 тысяч. Указано 20 тысяч, рассчитываю на 20 тысяч. Если не указано, то вот опять-таки, я вам повторюсь, вы пришли к мудакам, потому что они сами не знают, сколько вам платить. И вы, если не знаете, ну как бы два мудака встретитесь. Может быть, кстати, вы как два мудака сработаетесь. Но если вы пришли к нормальной компании, там указана зарплата. Они говорят, что у нас такая-то зарплата официально, за вычетом налогов такая-то зарплата. Вот у нас такие-то условия. То есть это, как правило, не самый важный вопрос. Вот. И поэтому ведите себя, самое главное, уверенно на любом собеседовании. Не надо вот это вот мяблить, что-то там, или что-то защищаться, оправдываться там. Если у вас был там перерыв в работе, допустим, год, два, 22, что угодно у вас было, там стаж у вас какой-то неправильный или еще что-то. Или вы пришли не по специальности. Тоже не надо париться. Ведите себя совершенно спокойно и естественно. Потому что, понимаете, люди любят сильных людей, а не мямли, и не всяких там сопляжуев, которые не могут двух слов связать, не могут за себя постоять, там, ссутся постоянно на каждом повороте. Вот. Они сами такие сидят, стоят перед вами, сакуны. И как бы, если они увидят, что вы ведете себя достаточно трусливо, там, трясетесь перед ними, еще что-то, то они это почувствуют, и больше вероятность того, что вам будет отказано. А если они увидят перед вами личность, что вы ведетесь естественно, что вы спокойный, уверенный в себе человек, что вы относитесь в первую очередь с уважением к своему опыту сами. То есть, несмотря на, ну, какой бы он ни был, но вы к нему с уважением относитесь. То вот это вот будет важным фактором. Поэтому вот мой вам совет, когда вы идете к малолетним секухам на собеседование, не ссать, вести себя совершенно уверенно, спокойно, даже провокативно, то есть, задавать какие-то встречные вопросы. То есть, а у вас там кто, а с кем вы спите, а кто у вас, у вас вы замужем, у вас есть жена там, или так далее. То есть, не бояться таких вещей. В то же время, ну, не выходить за рамки хамства и грубости. То есть, ну, когда, знаете, что это значит? Это когда человек, ну, начинает переходить, ну, какие-то такие вещи там, обзывает там и так далее. То есть, ну, это уже будет беспредел. Вот. То есть, ведите себя спокойно, уверенно, и не идите в поводу тупых требований, чтобы вам не говорили, чтобы вас не просили какие-то там тестовые задания, делать, что-то там доказывать. Пусть найдут лоха, который будет им это все делать. Вот. Если вы хотите работать нормально, в комфортных условиях, а я считаю, что человек только в комфортных условиях может максимально раскрыться, не в таком загнанном состоянии, как, значит, раб на галерах, а в комфортной обстановке, когда он себя чувствует действительно в дружном коллективе, а не так, как они это декларируют, дружный коллектив, а на самом деле там мудак на мудаке, сидят, они друг друга там подсиживают, дрожат, как глисты в банке какие-то. Вот. Вам такая компания не нужна. Вам нужна компания нормальных людей с нормальными требованиями, с нормальными запросами, с нормальными зарплатными ожиданиями и с нормальным отношением к вам. Значит, что еще важно? Важно задать вопрос по поводу графика работы, то есть, есть ли переработки, со скольки до скольки они работают? Вот. Если, как вопрос с отпуском решается? Обычно мудаки делят отпуск так, они говорят, две недели работы в году, точнее, два и два, то есть, по две недели отдыха они делят. В начале года, например, ты можешь взять на две недели и в конце года на две недели. Особо упоротые мудаки, изображающие из себя задротов 80-го левела, которые там бесконечно работают, они говорят, что нам отпуск вообще не нужен. Нам хотя бы даже две недели в году хватит. Но по законодательству вам разрешен месяц отдыха в году. Месяц отдыха на самом деле не так и много в году. С 12 месяцев в один месяц вы уделяете себе. Поэтому в нормальных компаниях, например, на госслужбе часто бывает так, что вы можете взять целиковый месяц полноценный и вообще релаксировать целый месяц, куда-нибудь там свалить на море и тусить там ровно месяц. Это необычайно доставляет ярких эмоций, отдыха и так далее. Вот поэтому вопрос про отпуск важен. Значит, задайте вопрос о том, почему с этой работы свалил предыдущий человек. В чем причина? То есть они же любят задавать вам вопрос такого уровня. Почему вы свалили с работы, с предыдущей? Вот и вы им задайте ответный вопрос. А почему у вас люди уходят с вашей работы? Что не так? Отвечая на вопрос их о том, почему вы свалили с предыдущей работы, это тоже такой, знаете, вопрос, характеризующий дебилов. Ну, что сделать? Дебилам надо ответить то, что они хотят услышать. Ну, можно сказать им следующее. Ну, типичную фразу, то, что люди любят говорить. Ну, я, например, вырос, почувствовал, что мне требуются новые какие-то там горизонты. Если вы проработали, ну, особенно там, больше года, допустим, вы можете смело говорить. Если вы проработали месяц, то можете смело сказать, что, ну, руководство мудаки, дебилы, вот, ну, они, как правило, обосрутся и вас не примут, скорее всего, потому что, если они услышат, что они подумают, что вы какой-то, значит, такой, что не приживаетесь в нашем коллективе. Вот, поэтому отвечайте спокойно и желательно вообще, как бы, говорить правду. Можете сказать, что меня уволили, я не прошел этот, как он называется, испытательный срок. Вот, то есть, и ставьте этих придурков в тупик, не бойтесь их ставить в тупик, не бойтесь издеваться над ними, не бойтесь прикалываться над ними, над этими тупыми козами. Вот, и обязательно найдется какой-то нормальный работодатель, где сидит нормальная баба, которая нормально понимает, да, что из себя представляют люди, и вы вольетесь в нормальный коллектив, в котором будете работать очень долго и плодотворно, и будете очень довольны.